привет друзья это канал страна для жизни и у нас очередное интервью но я бы сказал необычное мы в целом как-то привыкли что мы говорим с политиками с представителями демократического сообщества которые могут говорить открыто которые публичны надеемся все время на какие-то просмотры пытаемся понять политическое будущее и вообще исторический момент но в этот раз мы делаем то что должен делать канал страна для жизни говорите с белорусами которые не медийные которые просто живут в беларуси увы сейчас уже за границей но у всех есть своя история сегодня у нас разговор с прекрасным белорусом александром молодой парень который год назад уехал из беларуси он делится своими историями про двадцатый год 21 22 и не только не столько про переезд сколько про то каково это жить там внутри внутри страны под в этом режиме с репрессиями и я бы сказал что это очень позитивный и полезный разговор рекомендую досмотреть до конца лайки комментарии все что вы хотите сказать все это оставляйте под видео делитесь если для вас это безопасно и смотрите привет саша здравствуйте рать тебя видите здесь у нас студии саш разговор понятно в каком ключе обычная история самая простая белорусская человеческая история начнем с того что ты не так давно уехал из беларуси сколько ты уже в литве я почти год я уехал в конце августа 2022 года вот у меня что интересует ты же активно принимал участие в двадцатом году ну смысле ты гулял по улице гулял хорошо и два года ты не уезжал а что стало триггером почему ты уехал у меня сложились комплекс обстоятельств это были семейные обстоятельства плюс общественно-политические политические какие-то то есть мне было и морально некомфортно и собственно были причины по которым надо было уехать потому что ну что произошло собственно началась война в украине из-за этого в принципе честно какое-то социальное напряжение очень чувствовалось беларусь очень переживали по поводу этой истории в принципе я тоже мне это не нравилось ну потому что война началась территории республики беларусь это мне кажется уже достаточный повод чтобы начать беспокоиться плюс начались какие-то процессы безусловно усугубляющие ситуацию внутри беларуси и тебе стало находиться там банально некомфортно плюс у меня умер отец у меня была из-за него отсрочка от армии и я просто выбираю между как бы армией беларуской в нынешней кондиции да как бы учитывая все обстоятельства и мою позицию по поводу как минимум какую-то пацифистическую да и про неучастие в каких-то в моем понимании неправильных действий я решил что все-таки стоит наверно мне уехать вот то есть это было комплексное решение много обстоятельств но в итоге тяжелое решение я решил их посмотри мы с тобой говорим еще потому что на во всяком случае вот на канале страна для жизни все наши разговоры интервью это с общественными деятелями политиками которые находятся уже давно выехали из беларуси поэтому могут говорить свободно там высказывает свои мысли и у нас очень мало вот этих историй которые могли бы помочь понять особенно тем кто выехал с одной стороны и тем кто остался услышать что не они одни страдают вот в морально вот этой политическая социальные ситуации в 7 поэтому я бы хотел тебе можешь ли ты как-то обозначить вот год назад пока ты еще был в беларуси в чем выражалось вот это социальное напряжение потому что иногда кажется вот мне кажется что в беларуси огромное количество людей уже сказали все вообще неважно что происходит мы просто живем дальше все мы забыли про протесты все вот мы какая-то стадия смирения я очень хочу ошибаться вот скажи ну если так говорить то конечно не двадцатый год я думаю что люди и запуганы и кто-то морально выгорел не готов каким-то действием но можно взять 27 февраля 2022 года за пример тогда например наверное на каждой школе я жил в одном из микрорайонов на каждой школе в моем микрорайоне люди скандировали нет войне выходили где я голосовал выходил полковник мы сейчас говорим про референдум вот это да референдум все такие типа ну понятное дело что в бюллетенях все писали скорее нет войне рисовали как бы я не знаю потонул тогда крейсер москва или нет писали про русский военный корабль лет но короче миду писали червали да никто 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 это был политический актер наверное который просто смотивировали выйти высказать свою позицию но не проголосовать потому что все понимали типа что голосование смысла не имеет никакого абсолютно вот и люди высказывались и честно говоря ну мое личное ощущение что некоторые люди действительно наверное как-то закрылись от этого чтобы люди которые гуляли просто по улицам меня это немножко в день референдума когда ты можешь высказать свою позицию метанами напрягала но достаточно много людей вышло высказалась и так далее достаточно много людей ну это политическое действие как бы приняли участием да при использовали момент да и точно чтобы высказать свою позицию это было смело и людей было немало это это не было это не было двадцатым годом безусловно то есть если там сравнить август двадцатого года 9 августа когда ждали результатов выборов то на школе где голосовал было порядка 300 400 человек всем было интересно что там и как но когда я когда это дико феврале февраль 22 года ну человек 100 было до людей меньше но я думаю остальные были напуганы то есть не факт что я имею ввиду мне кажется что изменить насилием мнение людей невозможно то есть это не так работает что типа тебя напугали и ты поменял мнение ты скорее перестал высказываться ну то есть поменять мнение это ну как бы тебя должны переубедить в позиции и насильным зачастую позиция человека на не меняется на либо радикализируется либо человек например загоняет какие-то свои эмоции подальше поглубже перестает выражать например но это точно не сто процентов меняет позицию то есть так я не понимаю чем незаконченном образовании психолог поэтому я понимаю как эти материи работают невозможно человека насилием насильно мил не будешь это вот классическая послать и она работает абсолютно так как вот она звучит незаконченное образование психолога сколько курсов ты успел закончил 4 курса и я не закончил только потому что уехал хорошо практику успел проходить ну я работал психологом в школе это был еще в девятнадцатом году по собственной инициативе мне хотелось делать какую-то пользу для общества зима была именно такая история как бы я то есть человек который успел внутри системы по факту поработать именно в школьной системе понять эти все недочеты и какие-то вещи увидеть изнутри их и например ну то есть мне было неприятно я считаю что систему школьного образования до реформировать потому что она она не современная в том плане что там никто не заботится а буду гореть за психологию морально психологическое состояние детей там особо не заботиться все это как эта формальность это такой формализм который убегать советского времени идет это не очень круто да я проходил практику в школе когда уже началась война и конечно да меня некоторые вещи поражали просто то есть там например люди вот это давай да вот это интересно люди которые занимаются с детьми они во первых высказывали свою позицию то есть у нас же постоянно идет лозунг что школа вне политики осуждали типа вот почему там дети в двадцатом году там сказывается мнение поддерживали своих родителей которые выходили на протесты и так далее но почему-то когда это касается идеологической обработки в обратную сторону что школа как раз таки в политике абсолютно полностью и то есть например люди которые должны быть объективными люди которые моем понимании должны быть специалистами и как минимум соблюдать нейтралитет и не нести детям какие-то вещи однозначные являясь авторитетом ты можешь повлиять на ребенка очень спокойно и легко ты можешь сказать вот это черно это белое и ребенок это как бы при ну примет потому что да и ты же учитель ну учитель либо кто психолог да для какой-либо дети дядя тети которые старше тебя да и в общем мне не нравилось что они высказывали позицию безумно кровожадную то есть но я не знаю я понимаю что можно быть там например за нынешней власть можно быть против но быть людоедом я считаю что это этически неприемлемо ты можешь реально у тебя может быть своя позиция я готов там поддискутировать щекам с противоположной позиции это нормально диалог дискуссия важно а в принципе в любом обществе и у нас как бы он коряво но как-то проходил двадцатом году диалог между властью и оппозиции условный и это было важно и в принципе это здоровая история но когда кто-то говорит типа людоедские какие-то вещи и причем несет это детям давай можем конкретнее вот если мы говорим за психологию то есть какой-нибудь психолог в школе не какой-нибудь видимо конкретный какой-то говорит детям что война это хорошо называя войны не войну и спецоперации будет удобно типа необходимо и что вот когда мне дети спрашивают им говорю я для меня это дикость то есть я имею ввиду я бы оставил это при себе мнение если это мнение людоедское лучше его держать при себе считаю если если ты и каких бы то ни взглядов если ты все равно веришь что вы там говоришь я там за россию но война это ужасно это хотя бы какая это это позволяет ребенку остаться человеком потому что когда ребенок растет в обществе где говорят а вот короче убивать людей это норм тема бомбить города чтобы их освободить это нормальная тема ребенок ментально здоровым после этого не вырастет типа мы ну люди которые это делают они недальновидные потому что мы получим поколение людей и так у нас пока из-за советского периода и за 90-х и так далее люди ментально нестабильные ментально нестабильные люди создают нездоровые семьи не здорово ну типа то есть у нас проблема преступности и всей этой штуки это ну я смотрю с точки зрения психологии лежит в том что люди не понимают про свои эмоции не понимают по себя начинают действовать как-то деструктивно и за счет этого насилие алкоголь наркотики вся вот эта история это не из-за того что милиции недостаточно или милиция не дорабатывает просто когда ребенок окружен заботой и любовью и растет в понимающем нормальном обществе здоровым у него не возникает мысли действует деструктивно потому что для него это не норм но когда культивируется насилие в обществе то ребенок нормальная тема все бьются я буду драться все там бухать я буду бухать то есть мне кажется вот это вот эта штука важно и эту штуку все выпускают и в долгосрочной перспективе будет очень много с этим проблем с которыми придется потом разбираться а как ты вот как психолог во время прохождения практики я посмотри ты не так давно уехал по сути там репрессии с 20 вот мне интересно были ли случаи когда ты думал что ляпнул лишнего вот я сейчас тебя слушаю думаю как ты выдерживал вот говоришь с этим человек все больше скажу меня в двадцатом году задерживали я не буду говорить короче я умудрялся в ровд говорить ну как бы с людьми адекватными о своей позиции о том что не нравишь виду с людьми адекватными в погонах конечно то есть такие были там а да и они были адекватные блин короче мне задавали вопрос почему протестующий так слабо выходит это был декабрь двадцатого года когда меня задержали то есть подожди то есть в двадцатом году в декабре тебя в ровд спрошу почему вы так слабо выходит а я говорю я не просили бить их что я нет я про игорячего не с нами наверное у вас какие ну вы завязаны по рукам типа там кредиты квартиры уголовные дела на вас но типа так ну да ты понимаешь я говорю чуваки и для меня это было непонятно почему безоружный человек выходит с риском сдохнуть прям сдохнуть типа тебя просто убьют или запутан меня там нормально так пнули скажем по пинали немного моему другу стреляли в ногу типа в этот день и типа почему мы не имея ничего имея свою только гражданскую позицию я еще был очень молод то есть я сейчас честно беларусь она очень сильно то чем быстро сейчас да да ты просто ты такой как бы я не знаю то есть я нечет много знакомых из разных стран потому что я в европе и они просто в шоке с моих историю они сколько тебе это грюмитом 24 на 30 не 30 не уже в беларуси как-то просто ну ты как бы всегда можно и в тюрьме посидеть уже и рассказать об этом даже от от пары дней от пары суток до там зима нет и так далее вот если бы то ты на этом растешь это ужасно и до было претензии почему вот ну я имею ввиду мне кажется у полиции у некоторых милиции у некоторых был социальный запрос на то что типа чуваки давайте вы уже как-то перевесите какую-то силу то есть они хотели заняться подожди так они по сути они спрашивают тебя это потому что хотели быть сами освобождены но тип того на гнете они такие типа ну вот еще все но условно говоря лишь все будет однозначно то мы за вас кинемся вот я думаю такой то есть очень много полицейских типа например и же не знаю когда лукашенко говорил по две трети которые типа у него же было высказывание две трети милиции типа они за протест но он риторический вопрос задавал на этот счет иронизировал или тут две трети хотя хотят повторения 20 года я думаю что он ну может и не лукавил я не знаю про две трети но много людей которые просто как-то загнались формализм какие-то моя работа вот четкие обязанности и стараются за них не выходить есть коня и конечно есть людоеды это безусловно не надо там всех обелять но я думаю там много прекрасных людей и вот с ними мне кажется надо контактировать и о них не забывать и им говорит что чуваки мы знаем что вы там есть и пожалуйста в следующий раз конкретно выскажите свою позицию будьте готовы ее высказать мы вот против потому что это были ну без же байпол инициатива да и она создалась принципе из таких людей просто они не забоялись но если бы не забоялась еще больше было бы интересно были полицейские помню кейсы когда кто-то говорил я против того что происходит я остаюсь в милиции не увольняюсь остаюсь я тут я буду следить мне кажется это очень взрослая позиция оставаться на своем рабочем месте иметь не знаю что с этим милиционером случилось ну потому что это очень смелая штука ну короче я надеюсь что все хорошо с ним но это это интересный момент я например общался был парень короче не важно где не будем подставлять людей он там тоже годы убираю там типа вот пяти до десяти лет проработал в органах он был при хорошем звании и он не хотел выполнять грязную работу он говорил нет чуваки это не моя зона ответственности я это делать не буду и вот он тоже так до двадцать первого года умудрился почти до 20 нет это было в начале 22 мы ехали в такси и короче он не рассказывал таком что ну то есть он столько времени там продержался да я имею то что я уверен что люди система не вычищена система не состоит из людоедов там есть адекватные люди и я имею ввиду что это очень деморализует когда например вот там ну сигарет вот там все плохие я думаю что надо иметь ко всем людям избирательный подход и надо общаться что мы вот мы права знаем мы вас помним но пожалуйста когда будет день x я имею ввиду когда надо будет свою подиа своей позиции заявить пожалуйста заявить ну готовки мне нравится что ты до сих пор верен что день x будет мне тоже в это хочется верить я хотела у тебя вот что еще спрошу тебя задерживали в двадцатом потом еще были какие-то истории но в двадцать втором когда вы референдум пришлось немножко убегать от омона я прошу прощения что это слух обозначу ты просто там потерял свой березу да да это но блин это была такая интересная история ну я не знаю это показывает только страх потому что мне попросили лично землю я не оказывал сопротивление и парень зачем-то ударил ногой я не знаю но мне как мне кажется это слабая штука ну типа ты боишься ты ну чувака который на земле может любой пнуть ногой это не смело смело но я имею ввиду типа чуваки блин у меня такое мнение сформировалась меня очень сильно пытались догнать очень много людей я понял только одно что если в беларуси реально будет террористы настоящий да какая-то движуха чуваки вы не вывезете ну они просто не вывезут этой истории ну то есть бегать они не умеют они не они я думаю может они не особо бегали но я знаю что они мне кажется когда ты точишь систему под простых людей которых можно запугать в которых можно кинуть гранату и выстрелить безоружных чуваки конечно к этому будут готовы если они тем более когда в двадцатом году они потренировались но когда начнется какая-то реальная история не факт что кто-то вывезет эту историю я имею ввиду что типа блин когда система разлагается она разлагается вся полностью постепенно и я не знаю как можно находиться внутри не видеть этого ну то есть типа это же на всех уровнях происходит ребят если вы даже хотите построить сильное государство вашей там в вашем понимании вы должны этим заниматься но вы этим не занимаетесь потому что ну блин видимо потому что отрицательный отбор работает очень хорошо в беларуси я хочу вот еще какой историю вернуться к тому к общественным настроением внутри беларуси у всех нас там есть какие-то знакомые мы встречаем вот за границей вильнюсе варшаве часто встречаем белорусов которые приезжают провести выходные да 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 вот мне интересно твои истории вот какие-то общественное мнение ну насколько сейчас люди которые остаются там вообще к чему-то готовы вот на твой взгляд но я могу сказать какое настроение было двадцатом году когда еще не уехал и могу рассказать давай вот двадцать паре и какие-то истории как людей которые там я встречаю на улице например и коммуницирую с ними что касается 22 года то настроение было просто когда началась война просто ужас все были в шоке от этого это всех шокировал я до сих пор помню мы с другом честно мы понимали что беларусь это не то государство в котором твое мнение спрашивают мы с другом морально готовили и понятное дело что как бы фильмах это все круто этом с автоматом высказывает что мнение к этому что-то горишь я никуда не поеду бла-бла-бла но это же не так работает это мы видим например по мобилизации в россии то есть многие даже люди хорошие с запущенной головой был же какой-то кейс когда задерживали этого точнее взяли в плен парня но он улыбался играл а я смотрю там блин я забыл как зовут парня который интервью берут военно-пленных украинц я знаю чем ты говоришь да вот короче он этого парня смотрел всегда он воспользоваться инициатива и вернись живым типа он сидит такой доволен и 3 говорит а я сдался сразу типа меня мобилизовали игорячу тему отчеты поехал ну там тюрьмой они боялись реально там каких-то и тогда еще никого не садили не было каких-то кейсов ну короче люди боялись штрафа и срока но не боятся поехать до беларуси это тоже понятное дело что как бы ты можешь на словах быть ну я не буду говорить там что бы я там мог сделать не мог это сослагательное наклонение это не имеет значения время ситуация это бы показала но я честно морально готовился к разным сценариям я готовился к смерти ну это ужасно то есть мы вот с другом и помним встречались мы просто готовили что мы где-нибудь будем ехать в пазике и вот как колонны эти горели короче в украине где-то то же самое просто прилетит байрактар и все типа и там неважно как оппозиции ну вы реально думали что мобилизация белорусов отправят туда но было внутри беларуси было ощущение что вот может такое пройти спокойно ягод извини я перебью тебя в то время мы постоянно говорили о том что и вот эти заявлению политиков у деятелей политических были о том что белорусские военные не готовы если даже поступит приказ они откажутся не поедут либо сдадутся так и собственно произошло как я знаю то есть как я приказы отдавались но когда доходили до исполнителей ну то есть для рядовых условно до младшего всё младшего состава до сколько я помню тогда просто там нет на младшем офицерской ставит начиналось брожание то есть до этого но это прикольно когда ты просто горишь чуваки вы едете туда это удобно это смело я думаю это любой может сделать но когда ты туда поедешь прямо в на танки там на бмп не важно на чем когда тебе конкретно надо будет делать это как думаешь а надо ли мне и как я знаю тогда пошли и поэтому собственно мы никуда не вступили в войну то есть это было это было не за политического руководства а из-за конкретного понимания людей на местах что они этого делать не хотят ну потому что в принципе украинский народ у нам чужой это вообще любой народ к которому странно убивать людей да это ни за что без повода то есть я понимаю у нас там унт идет первый канал российский все такое но я думаю что российская пропаганда отчасти работает на белорусского общества но не настолько сильно мне кажется и многие понимают есть доступ к какой-то объективной информации они читают независимые источники поэтому я думаю я имею ввиду что это вообще я имею в обществе в целом то есть даже люди у которых абсолютно другие взгляды с нами они все равно читают независимые источники и они обладают более полной картиной чем люди в россии собственно поэтому я думаю у нас ничего не получилось но мы готовились почему не зале какую что какая штука выкинется ну типа готовились поехать и мы готовы смерти ли и либо готовились сдаваться мы готовы они как и сцена ну сценарий были разные но я имею ввиду момент просто один когда начинается если начинается мобилизация начаться война шанса ты умрешь он резко у тебя увеличивается ну то есть это просто шанс увеличить и принять свою смерть неважно какой то есть я вот три дня ходила такой ну вот не знаю там я мог высказать позицию меня могли застрелить там я не знаю где-нибудь и белорусские военные я имею ввиду важный был момент в том что ты просто готовился к смерти точно это ужасно типа я имею ввиду ты не пожил ничего плохого не сделал и просто такой ну все теперь ты вот ну да и вот это настроение но было уже и она прям давила очень сильно и это было у многих а касательно настроений но и так общими чертами скажу скажем собрались мы определенной компанией людей с разными взглядами кстати абсолютно с разными и было консенсус следующий был и меня это честно это очень поддерживает такие моменты потому что все сказали ну если скажут ехать на украину мышь никуда не поедем мы скорее поедем в минск обратно и это был консенсус людей еще раз говорю с абсолютно разными взглядами все-таки мы никуда не дернемся пускай пробуют мы никуда не дернемся я имею ввиду просто почему было мнение про смерть потому что говорить можно что угодно но в моменте могли тоже очень многие люди испугаться и кто-то бы уехал и как бы играть в рэмбо и там не знаю ну короче это это круто в фильмах да но в реальной жизни ну то есть типа двадцатый год я думаю показал многим что ты конечно думаешь ты крутой ты там боец и все классно но блин реальность на более жестокая и ты не всегда можешь какие-то вещи сделать и себе позволить поэтому ну как бы и стереалист и объективно ценил китай свои возможности действия и ну тут был было такое настроение готовится мы сейчас вот ты говоришь про 22 сейчас мы в двадцать третьем году мы вот мы общаемся на тему того чтобы пересекаемся с белорусами а вот так как и мы случайно пересеклись его да ты встречаешь людей которые приезжают сюда на выходные что что в чтоб в головах что вообще в целом ну люди но смотря какие это же зависит от возраста от поличин для всего но в целом люди честно очень запуганы и люди это минутам люди слова война не могу сказать люди говорят не спецоперация слава эти господи они говорят действия военные действия например или там какие-то ситуации в связи с вашей ситуации то есть например там компания украинцы например белорусы какие-то вот мы познакомились как-то коммуницируем на улице там как-то пересеклись начинаю общаться и вот играет а как у вас там ситуации то есть вот так вот и они потому я там например дергиваю говорю ребята войнаш они такие блин у нас просто мы там научно так общаться то есть это для собственной безопасности потому что ну я так понимаю в белоруссии нельзя говорить слово война я думаю я не знаю но я говорил я где не знаю это было такое опасно но я не мог молчать когда началась война этом себя в инстаграм что скидал какие-то действия и самое забавное я записал историю когда началась война я очень хорошо знаю историю во второй мировой войны великой отечественной у нас был чудесный просто историк в школе которые рассказывал прям классную историю и я знал ну как работу действия мне поэтому было забавно наблюдать как началась война потому что началась на самом деле по очень многим маркером весьма подобно как и началась в великой отечественной нет великая отечественная потому что это в принципе всегда то есть как бы такая даже не получился какой-то казус обели типа путин пытался там взорвали какой-то пазик в днр или где но это очень типа это настолько слабо было то есть там хотя бы в великой части хотя бы вышки взорвали там и так далее во втором мировой ручки взорвали то есть какую-то провокацию строили там все прям было мы там просто ну празик взорвали это повод ну я понимаю что ты говоришь да а вот я саш можно потому что я так понимаю что мы можем часов пять просить нам нужно формате подкаста выходя знаешь с кофе я мечтаями вопрос вот такой ты приехал сюда год назад очень часто можно услышать от белорусов я во всяком случае слышал вот эти истории от здесь приезжих и вот эта грусть от того что люди когда уезжают из беларуси приезжают в литву в польшу белорусы очень тут есть два два вида беженца первое сразу начинает пытаться делать себе документы чтобы устроиться на работу а часть просто сидит и ждет что им что-то как-то поможет я не буду спрашивать как ты добирался в литву потому что у всех свои истории кто-то лесами кто-то через эстонию латвию по человечески мне повезло тебе повезло ты просто пересек границу да насколько насколько сложно было в первое время и чем ты сейчас занимаешься если можно рассказать просто чтобы понимали вот эту историю все там сидят они там все кайфуют с польши в литве вот расскажи как такая ну кайфа кайф я думаю везде надо работать я имею ввиду что это вот многих людей такая это вот такая же штука с америка была я слышал много людей которые вот в америке там жизнь и потом ты видишь там какие-нибудь в инстаграме истории мигрантов которые вот исходим сейчас к одному который за камерами стоит он расскажет историю да вот то есть по-разному бывает никто тебе там миллион долларов не выделяет ни в какой стране никто но я имею ввиду в любом месте надо работать любом месте надо реализовывать если ты там не знаю если если это не эскорт то как бы ты не можешь просто там быть красивым быть каким-то там не знаю очень обаятельным и это хорошо проводить вечера и заработать и это это позволит тебе быть кем-то в какой-то стране я устроился в первый же день на работу я сразу в принципе нашел работу еще до того как переехал увидел объявление о работе в литве там надо было я занимаюсь в мебельной сфере установка мебели вот и нашел работу в принципе мне ну меня свои есть ценности представления о работе в целом и ну мне там много не понравилось потом нашел другую и я вот часы например открыл и по я работаю на себя принципе здесь занимаюсь мебелью какими-то вещами из дерева то есть мне это все близко моя ну то есть я нахожусь в своей сфере в своем принципе тарелки вот и было ли сложно мне кажется проще то есть например в беларуси чтобы заработать там 800 тысяч евро я реально пахал я не спал днями ночами работал по 14 часов я неплохо зарабатывал в беларуси то есть я не скажу что я был такой middle-class в понимании минска наверно и все было окей но здесь гораздо легче то есть я здесь не помню что 5 14 часов работы я работал я я получаю в два раза больше работая в два раза меньше да и то есть как бы и это чувствуется но надо работать то есть ну у многих не получается то есть скажем тоже я знаю такие истории когда люди приезжают и даже когда у них есть все возможности все открыто все горизонты таки но это не мое кто-то возвращается кто-то это самое кто-то куда-то друг другое место думает двигатель тоже там может получается может не получается намекать это история не про не про белорусов а при принципе про людей то есть некоторые люди просто не адаптированы не умеют адаптировать это тоже сложно переехать забыть свое прошлое колонне какое бы оно плохое не было в болоте не был тебе там все привычно и сменить привычную атмосферу на новую достаточно сложно адаптироваться в новой среде и не всех это получается но мне кажется надо видеть это смысл и я хотел жить просто по-нормальному поэтому собственно и переехал слушай сейчас очень коротко следишь ли ты сейчас за действиями я понимаю что ты следишь за тем что происходит внутри страны этим невозможно следишь ли ты за действиями в демократических сил я имею ввиду там всевозможных максимально медийных представителей того с этим тихо мягкая латушка и я достаточно поверхностно на имею ввиду я не погружаюсь процессы прям то есть но я слежу в принципе я за какими-то инициативами я вижу какие-то действия что кто делает и так далее в принципе да то есть я в контексте немножко есть погружен а вот как тебе кажется все что сейчас происходит увы вне границ беларуси а здесь ждешь ли ты вот какой результат ты ждешь от от них и и ждешь ли вообще от но первых они действуют это важно я думаю это важно многие блин многие люди не понимают что даже маленькие то политические действия это огромные усилия и я вижу как они чего-то добиваются для белорусов внутри страны для белорусов не страны то есть в россии мы знаем ты визу в евросоюз практически не получишь но даже белорусов есть шанс хотя бы просто выехать даже тех которые внутри отдохнуть просто по-человечески расслабиться побыть в европе я имею ввиду говорить спокойно слово война например банально да то есть и в принципе отвести душу потому что честно в беларуси очень гнетущая атмосфера то есть я например я очень плохо спал до выезда с беларуси меня такой прекрасный сон сейчас просто потому что но я просто как-то успокоился вот получается то есть ну они действуют мне нравится мне нравится инициатива какие-то я бы есть вещи с которыми я не согласен есть вещи которые бы я добавил типа есть вещи где они ошибаются но я думаю это нормальный процесс политика можно что-то одно с чем ты не согласен мне кажется белорусская оппозиция она очень медленно она не следует за трендом то есть вещи которые надо делать год назад они делают только сейчас то есть я не знаю может это так как я глубоко не погружен в кухню может есть какие-то ограничения может есть какие-то причины по которым какие-то вещи делаются поздновато чем нужно но я думаю что надо действовать просто как-то порезче может не хватает какого-то мне кажется что типа белорусской оппозиции не хватает какого-то яркого спикера и такого немножко я думаю что в любой стране это важно особенно в нашей учитывая что лукашенко достаточно харизматичный человек мне кажется противопоставляя учитывая что его образ все-таки приняли и он работал много лет надо противопоставлять кем-то таким же ярким но не популистом а например реально деятельным человеком и я думаю что быть популистом сейчас в демократической среде и в оппозиции сложно потому что да да у нас на самом деле это так ужасно что типа как бы если власть соврала и там что-то не сделала все-таки ой да мы не удивлены типа нормально если шаг влево шаг вправо и там сразу скандалы так и о вы там не способны на это христа я имею ввиду мне кажется не стать накидывать на людей то есть я имею ввиду надо просто если ты такой крутой короче если тут ты видишь какие-то ошибки пожалуйста welcome to политика давай высказывать у каждого есть возможность скрыть youtube канал instagram что угодно выскажет там свое мнение если твое мнение будет откликаться у людей станешь медийной персоной в принципе ну ты будешь действовать на мнение людей собственно сразу же для жизни это по факту вот это и есть но вот эта история да это вот эта история пожалуйста ни у кого не было проблем просто я что-то такого часа не вижу вот вопросы мне к тебе ты вернешься в беларусь да я единственно что момент я за год я не знаю буду ли я работать беларусь но то что я вернусь конечно то есть ты хотел бы работать здесь тратить деньги до стимулировать экономику республики зла вливать экономику хорошо есть какие-то условия что должно случиться чтобы ты вернулся блин это такая скользкая тема но я попробую так аккуратно они я ну я думаю что в беларуси должна произойти смена политической власти него тут важно обозначить то есть как бы весь в разной стали как она может произойти вот и ну то есть как бы в зависимости от сценария как бы есть вопрос как 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 раньше я вернусь типа и так далее я хочу вернуться я не против ведомов я думаю что многие хотят вернуться многие хотят хотя бы приехать то есть например ну там у меня умер отец я бы хотел приехать к нему на могилу например побуду есть такие какие-то моменты чисто человеческие как бы и я считаю что это важно иметь возможность вернуться в свой родной дом по факту вот я думаю что я думаю что мы все вернемся я думаю что вот важно вот это в себе убивать вот этот какой-то негатив, в том плане, что многие люди такие да, ничего не будет. Но в 2010 году тоже говорили, что ничего не будет. Все такие я... Все... Много стадий было, когда люди разочаровывались в белорусском обществе. Надо понимать, что социология в Беларуси, ее как и психологии нормально не существует. Ты не можешь у тебя нету возможности померить. И поэтому как бы мне кажется, что как раз таки надо... Тут больше надо верить в людей. И как раз таки больше вот в 2020 году была важная штука. Все друг друга поддерживали. Было такое комьюнити. Ощущение, что белорусы это вот такое комьюнити объединяющее. И вот важно, что мы как-то частично это сохранили. Важно это сохранять. Если мы это сохраним, то мы со всем справимся. Надо разговаривать со всеми, надо общаться. И с той стороны тоже надо общаться. Там тоже они довольны. Я... У меня был экспириенс. Я как-то был понятым и общался с ОМОНовцами. И... А им тоже не нравится. Потому что... Ну, им не нравится не то, что... Им не нравится отсутствие демократической свободы. Они такими категориями не мыслят. А им не нравится, например, что их... Им делают прививку, например. Третий раз. Спутника. Я говорю, ребята, зачем? Зачем? Они говорят, а ты думаешь, что нас кто-то спрашивает? Ну, я думаю, никакому человеку не нравится, что его мнение вообще не спрашивают. То есть, ну... И делай с ним что хотят. Да. Это неприятно любому человеку. И я думаю, что надо разговаривать со всеми. Я думаю, что можно прийти к консенсусу. Короче, мне кажется, что многие недовольны. И если правильно попасть... Если правильно поговорить со всеми, я думаю... Ну, я имею в виду, что все равно получится хранить общество. Потому что даже несмотря на 20-й год, который как-то разделил общество, условно говоря, мне кажется, по факту все равно, короче, в целом общество Беларуси достаточно зрелое, чтобы даже пожать руку. Переворачиваться страницу никто не хочет, но как-то договориться, обсуждать. Я думаю, все видят в этом потребность, и все на это готовы. Поэтому я думаю, что вот это важно. Общаться. Коммуницировать и общаться со всеми. И главное, хочу сказать всем, кто за границей, ребят, в Беларуси люди не терпилы. В Беларуси люди не померковные остались только. Я часто слышу, что от людей здесь, которые... О, это там остались только... Ребят, остались нормальные ребята. Не только те, которые сядут в тюрьме, остались нормальные ребята. Я, например, хотел быть полезным в Беларуси до конца. Просто сложились обстоятельства, что пришлось уехать. Таких, как я, там много. И надо о них помнить, не забывать их поддерживать. Я думаю, это очень важно. Спасибо, Саша. Хорош. Друзья, на сегодня все. Лайки, комментарии, репосты, все это приветствуйте. Свои претензии, вопросы, согласия, несогласия, все это в комменты. Чем больше вы взаимодействуете с видео, тем больше вероятность, что вот это видео увидят те, кому оно действительно нужно, как минимум, как моральная поддержка. Субтитры сделал DimaTorzok